Привет, меня зовут Марина, я сегодня хочу поделиться с вами такой проблемой, как мало то, что поделиться, но и сказать, как я хочу ее исправить. Это проблемная часть сумок, которая портится практически, я не знаю, какого количества женщин. Если сумка не кожаная, это эко-кожа, проблема в ручках. Вот сейчас покажу, как я исправляю свои ручки на сумке. Это эко-кожа, на кожаных сумках проблем, естественно, не бывает. Моей сумке уже, наверное, лет пять, ну, пять сезонов летних я с ней хожу, это пятый сезон. И, к сожалению, моя красотуля любимая начала портиться, она классная, она здорово держит форму, она вместительная, мне есть все, что я люблю, у нее присутствуют замки, у нее красивый цвет. Она вешается и на плечо, если мне надо. И также я ее очень часто ношу в руках. Замок, все классно, качественно шито-прошито, очень хороший, приятный материал. Вот, стильно смотрится. И такая проблема возникла. У меня в этом году я была в шоке, такая думаю, что у меня в руках. Пока хожу по городу, смотрю, а у меня, видите, что произошло. Что, в принципе, часто с сумками-то и бывает. Вот, от трения, руки особенно летом потеют, естественно, все это вот такое вот превращается. Сумку я просто обожаю. Я хочу, во-первых, в сезон с ней доходить, так как сейчас середина лета. Тут осталось-то полтора месяца ходить и все. И она, по сути, уже не нужна. Надо убирать ее в гардероб, либо выбрасывать. Но вся она целенькая, чистенькая. Единственное, еще проблема, вот, видите, уголки тоже начали потихонечку облазить. Тоже попытаюсь сейчас решить эту проблему, вам показать как. Ну и, как видите, я же одну ручку классическим старым способом решила исправить. Нашла я у себя, даже не пришлось мне ничего покупать. Можно, конечно, на ткани в магазинах купить, шарфики посмотреть во всех магазинах. Подобрать по расцветке. Ленты атласные, кто что. Но у меня уже было в наличии вот такой тончайший, нежный, пудровый такой, с розовинкой шарфик. Который я просто разрезала ровно пополам на две части. И вот так примотала к ручке. Вот и оставила, естественно, один хвостик. Так, чтобы романтично это красиво смотрелось. Тем более, здесь такие, как раз, очень хорошо подходящие рисунки к этой сумке. Так, вот такая вторая половинка. Сейчас я покажу, как я намотала. Я собиралась клеить. Мастер-класса ничего не смотрела. Сама ремонтирую сумку так, как она мне сейчас нужна. И я с ней пойду. Вот, по делам. С таким вот рисунком. На Алиэкспресс заказывала эти шарфики. Там копеечные. Так что, если что, можете заказать, посмотреть, поискать. Я планировала все это сажать на клей, на горячий пистолет, момент. Но потом что-то передумала. И решила попробовать просто обойтись обычной тесьмой. Что надо сделать? Я тут, кстати, край обрезанный обработала просто спичками, чтобы не махрился. В любом случае, остальные края здесь все обработаны. Я думаю, это важно, чтобы они у вас не махрились, если вы так решите исправить свою сумку. И просто вот этот край, который обрезан, я его присбариваю вот так. И хочу привязать вот так его к ручке, в сумке. То есть, вот так прям привязываю вокруг. И привязываю вот этой лентой. Естественно, на том же уровне, откуда начинается у меня шарфик на этой ручке, на первой. То есть, в принципе, все это несложно. Главное, померить высоту. Мерим. Нужно подтянуть ткань, если где-то что-то она выскакивает. Вот так по кругу этот хвостик пусть будет. И вот затягиваем сильно-сильно-сильно, чтобы желание сползать у этого шарфика просто не возникало. Завязываем на узелок. Затягивая. Можно вообще на узел завязать, но я все же на бантик. Потому что я не знаю, что будет с сумкой. Может быть, я потом возьму все, отвяжу обратно, постираю. И вдруг мне куда-нибудь эта ткань еще пригодится. Если я сумку выброшу, то эту ткань сохраню. Потому что в планах у меня в будущем опять купить именно такого цвета найти сумку. Очень похожую. Другую никакую пока не хочу. Так, вот так у нас получилось. Ну, а теперь очень аккуратненько все это мы прячем внутренности. И пытаемся аккуратно-аккуратно обматывать ручку. Ну, это как бы такой самый простой процесс. Прям обматываем и в то же время прям с натяжкой. Чтобы у нас потом, во время ходьбы, и ничего тут не сползло. Кстати, буду сегодня испытывать первый раз. Потому что сейчас делаю и пойду прям с ней. Вот. Если что, не получится или сползет, будет неудобно. Я вам тут прям в комментариях напишу. А может быть, успею даже видео написать. Подпишу. Так, все аккуратненько. Вот так вот, значит, проматываем. Ну, может быть, еще один раз. И делаем обычную петлю. Вот такую. И сюда вставляем хвостик. Нам же заново зафиксировать. И вот так фиксируем, затягивая. А вот. Остается хвостик романтичный. Так. Дотаскиваем вторую ручку. Сейчас проверяем, все ли ровно. О том, что придется переделать. Так, все получилось ровно. Вот так, по крайней мере, ручки показываю вам. На одном уровне. Держать все удобно. Даже не будут пироги потеть. И вот хвостики очень романтичные. Без них, конечно, будет просто ерунда. А вот с хвостиками очень красиво и нежно и женственно получается. Единственное, есть мысль как-то эти хвосты зафиксировать. Вот. Хочется прям какой-то иголочкой. Или просто зашить здесь ниточкой. Наверное, сейчас так и сделаю. Вот тут немножко зафиксировать, чтобы, дабы, не сползал на будущее. Потому что затягиваю, держится. Ну, может все ослабиться во время носки. Так, взяла вот подходящего цвета ниточку. Которая не отличается от сумки. И вот в одном месте уже тут слегка прихватила. Я сейчас здесь еще прихвачу, чтобы оно, на всякий случай, не сползало. Мало ли что. Много стежков не надо делать. Несколько штучек. И все. Дабы сильно в глаза не бросались наши стежки. Далее проблема с этими уголками. Что с ними делать? Потому что они меня раздражают. Если честно, я нашла вот такой лак, который у меня, кстати, именно на ногтях сейчас присутствует. Это именно Арифлея. Можно купить какой угодно лачок. Он, кстати, не точно такой цвет. Немножко светлее. Но все же лучше, чем белый уголок. Поэтому я сейчас слегка просто подкорректирую каждый. Пока я буду собираться, лак уже схватится и высохнет. Так, это у нас Арифлейм. Ну, в принципе, любой лак, где можно взять подходящий. Попробовала два дальних уголка с обратной стороны. Знаете, ничего так корректирует вполне. Поэтому сейчас будем с лицевой стороны пробовать. Вот так аккуратненько. Все-таки, по крайней мере, это будет не так ярко. Белые эти кончики дурацкие, которые мне прям раздражают. Почему летят самые любимые вещи в первую очередь? А то, что ты носишь редко, не очень любишь, оно годами может храниться в прекрасном состоянии. Так, и второй уголочек. Ну, я считаю, тут надо два раза нанести. Вот сейчас разочек. Вот. И потом подсохнет еще разок. Лишние там какие-то частицы убрать ножницами. Так, сейчас еще второй раз. Ну, все. Пусть уголки теперь подсыхают. Больше дефектов на сумке я никаких не обнаружила, кроме ручек и этих уголков. Все остальное в хорошем состоянии, прекрасно. Здесь вот у меня такая штучка расстегнулась декоративная, которую я тоже очень люблю на этой сумке. Хорошая пряшечка такая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok